Петр Вчерашний самарец Алексей Толстой, который напишет роман о Петре, поднявшем на дыбы вчерашнюю Русь. Я мыслю, где ты, век деяний, царя великого Петра? Где гений мира, гений браний и славы русского орла? И слышу голос, слоем пыли давно покрыт прошедший век, и дань обычную могиле во время отдал человек. Толстой работал ежедневно, запираясь с утра в своем рабочем кабинете, который превращался в эти часы в нечто невообразимое. Из кабинета то и дело доносились фразы, которые Толстой произносил на разные лады, завывая то семеня, то бегая туда-сюда, по кабинету. «Очень важно проверять написанное на слух», – говорил писатель. «Стыдного тут ничего нет, домашние очень скоро привыкают». Так было и с Петром. Едва Толстой уединялся в своем рабочем кабинете, как из-за шифоньерки выходил Петр, садился в кресло, и вот тут-то и начиналось самое главное. Молчаливый и прозябший он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Музыка играла на хорах Танзала. Лица, свечи, все удваивалось в зеркалах. Сквозь неясный свет Петр сейчас же увидел Анну Монс. Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхин и танцевал с ней так долго и молча, что музыканты понесли не в лад. Потом он тихо шепнул ей Анхин. «Вы огорчены сегодня, Питер?» – спросила она. «Ты любишь меня, Аннушка?» На этот его вопрос Анна только тихо опустила голову. Так что все сидящие и стоящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила ему. Каким образом люди далекой эпохи получились у меня живыми? Я думаю, если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей, эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гадания, лучину, авины, которые особенным образом пахнут. Я, наверное, не мог бы так описать Старую Москву. Картины Старой Москвы звучали во мне глубокими детскими воспоминаниями. И отсюда появлялось ощущение эпохи, ее вещественность. Этих людей, эти типы я потом проверял по историческим документам. Документы давали мне развитие романа, но вкусовое, зрительное восприятие, идущее от глубоких детских впечатлений, те тонкие, едва уловимые вещи, о которых трудно рассказать, давали вещественность тому, что я описывал. Национальное искусство именно в этом, в запахе родной земли, в родном языке, в котором слова как бы имеют двойной художественный смысл. И сегодняшний, и тот, впитанный с детских лет, эмоциональный, в словах, которые на вкус, на взгляд и на запах родные. Они-то и рождают подлинное искусство. Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую Слободу. И сажали под караул по измам и подвалам. В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петр Ромодановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллович. В 14 застенках стрельцов поднимали на дыбу, били конутом, потом волочили во двор и держали там над горящей соломой. Недели через две удалось напасть на след. А все Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда раскаленными до красна щипцами стали ломать ему ребра, рассказал про письмо Софьи. По ее деприказу они шли в Новодевичье, чтобы сажать ее на царство. Но тех, кто говорил «вспыток», было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу озлобленности против него. Я работал ощупью. У меня всегда было очень критическое отношение к самому себе, но я начинал приходить в отчаяние. Я не могу идти вперед. В конце шестнадцатого года покойный историк Халлаш, узнав о моих планах писать о Петре Первом, снабдил меня книгой. Это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи семнадцатого века, так называемые «дела, слово и дело». И вдруг моя утлая латчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь. Я увидел, почувствовал, осизал русский язык. Дьяки и подьячи московской Руси искусно записывали показания. Их задача была сжата и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я увидел русский язык во всей чистоте, не испорченной, не мертвой церковно-славянской формой, не усилиями превратить его в переводную с польского, с немецкого, с французского ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал. Наверное, боярам казалось, что читая книгу или разговаривая по-книжному, они беседуют как ангелы на византийских небесах. В судебных же пыточных актах был язык дела. Там не гнушались подлой речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. 10 октября, приступая к исполнению казни, Петр пригласил всех иноземных послов к ряду казарменных исп в Преображенской Слободе примыкала Большая площадь. Это и было место казни. На площади стояли позорные колья с воткнутыми на них головами. Холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Было много москвитян, которые влезли на стены и крыши домов. Иноземцев, находившихся в числе простых зрителей, близко к месту казни не подпускали. На площади были приготовлены влахи. Дул холодный ветер, ноги у всех замерзли, приходилось долго ждать. Наконец, царь подъехал и, вылезший из кареты, встал около этих плах. Между тем, злополучную площадь наполнила толпа осужденных. Писарь, останавливаясь в разных местах площади и поднимаясь на скамейку, которую ему подставляли солдаты, читал приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок. Они шли на казнь поочередно. На их лицах не было написано ни печали, ни смертного ужаса. Но подобное бесчувствие проистекало не от твердости духа, а от воспоминания о пытках, которым их подвергли. Жизнь им не была дорога. Больше того, она опротивила им. Одного из них провожала до плахи жена с детьми. Они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал им на память рукавицы и пестрый платок. Другой, проходя близко к царю, сказал ему «Посторонись-ка, государь! Я здесь лягу!» Писать роман — это значит жить среди людей, ваших персонажей. Следить за их поступками, подталкивать их, когда нужно, на известные деяния, страдать вместе с ними. У Флобера был припадок рвоты, когда отравилась мадам Бавари. Слабыми руководить, вместе с сильными. Часто бывает, что герои перерастают с самого писателя. Сходить на самому тебе неведомые высоты или лететь в бездну вместе с созданным тобой призраком. Такой роман органический. План для такого романа заключается в том, что у писателя присутствуют руководящие идеи, путь, по которому устремляются его герои. Но там, на пути, их вместе с писателем ожидают тысячи неожиданностей. На Спасской башне прозвонило час. Карета князя Кесаря въехала в Кремль, покрутилась между старыми домами приказов и остановилась возле одного кирпичного здания. На крыльце его стоял фонарь и, привалясь к железной двери, храпел человек в тулупе. Вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, князь Кесарь отстранил от двери человека в тулупе, отпер ее своим ключом, впустил царя, вошел за ним сам и крепко запер дверь. Преотворилась другая дверь, внутренняя, и в нее со страхом просунулась стариковская голова сторожа. «Кто здесь? Что за люди?» «Свечу подай, Митрич!» Тихо ответил ему князь Кесарь. Толстой закрыл глаза, потом снова снова медленно открыл их. Туман Петровской эпохи растворился в воздухе под потолком. Тише становились звуки, неясными делались призраки. Но завтра, когда он вновь уединится здесь, в своем рабочем кабинете из-за шфанерки, снова выйдет Петр, усядется вот на этот стул и будет разговаривать с ним, с Толстым, а Толстой будет отвечать ему. Обоих нет, но память века с ним закатилась навсегда, а память славы человека горит и светит как звезда. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...